Уважаемые телезрители, добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» Каждую пятницу на телеканале ОНТ «Осенние игры» «Что? Где? Когда?» Вот и закончились летние каникулы нашего клуба. Более двух месяцев нас не было в эфире, так что напомню, что в сезоне 2021 года командам надо в первую очередь получить право называться «постоянной командой клуба». Для этого необходимо победить в одной из двух отборочных игр. Во время весенних и летних игр это смогли сделать четыре команды. Это команда Дениса Сулавка, команда Дмитрия Свинтицкого, команда Сергея Буяна и команда Марии Потаповой. Команда Валерия Алексеевич использовала обе попытки неудачно и покинула клубный рейтинг. А в осенних играх своим шансом попробуют воспользоваться оставшиеся две команды. Через неделю команда Арсения Севцова, а сегодня команда Дениса Смелякова. Мы начинаем трансляцию первой отборочной игры. Против телезрителей сегодня играет журналист Гордей Егоров, Могилёв. Ученик Павел Барбук, Червий. Будущий историк Витольд Мощенков, Лагонс. Гимназист Анна Резник, Минск. Будущий стоматолог Полина Герой, Минск. Капитан команды. Гимназист Денис Смеляков, Гродно. Сегодня против команды Дениса Смелякова сыграют следующие телезрители. Елена Кравченко, Лубны. Полина Игнатьева Круг, Витебск. Артём Межурецкий, Бокситогорск. Сектор Минск, Мир. Анастасия Мусатова, Минск. Сергей Главинский, Берёза. Елена Колышко, Гродно. Сектор Блиц. Никита Романов, Гомель. Наталья Насуха, Полоц. Ирина Трухина, Сморгонь. Анатолий Иванов, Тольятти. Тринадцатый сектор. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до шести очков. Счёт у нас нынче 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, господин Смеляков. Добрый вечер, господин ведущий. Как настроение? Отвечу, наверное, по традиции, боевое. Боевое. Как лето провели? Быстро. Скажите, Денис, а вот у нас очень часто телезрители спрашивают, а общаются ли знатоки за эфиром, так сказать? Вот вы с командой собирались на какие-то командные мероприятия? Ну да, конечно, тренировались перед играми. А кроме тренировок бывает такое, что, например, там госпожа герой вас в гости всех пригласит к себе? Ну, пару раз мы в Минске пересекались с госпожой Резник. Витебс будет играть. И вот так сразу самый опытный автор сегодняшней нашей игры против вас играет ремесленник Полина Игнатьева Круг, город Витебск. Вы знаете, у госпожи Игнатьева Круг 18 вопросов уже играла, это 19-й. И, между прочим, это обладатель малой хрустальной совы лета 2020 года против вас играет. Так что будьте внимательны. Хорошо. 200 лет назад британцы часто путешествовали по своей стране уже тогда. И частенько останавливались, конечно, на постоялых дворах. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а для чего в те времена опытные люди советовали сразу же после заселения в номер поместить между гостиничными простынями стеклянный бокал? Отпугивать что-то, зачем? Чтобы поменяли белье. Чтобы поменяли белье, поменяли белье, неплохо, потому что... Проверите, если там клопы, например. Может быть, хорошо. Как чуевые, может? Нет, мы только заселились, мы только заселились. Он может разбиться, если лечь на него. Проверить, кто будет лежать на твоем кровати. Проверить мягкость матраса, если он упругий, бокал просто погрузится и не разобьется. Между этими простынями. Хорошо, еще что может быть? Опытные люди, которые живут часто, ну понятно. Не заселились ли на твою кровать кого-то еще? Отмеченные. Между матрасом и кроватью. Что с бокалом может произойти? Он может разбиться. Может разбиться. Да, может не разбиться. Понятно. Если мы положим просто бокал между бокалами. Проверить, не будет нам спать что-то еще. Клопы, хорошо. Еще что может быть? Кто-то... Заменили белье. Скорее про то, что кто-то второй. Кто-то второй? Ответишь? Паш. Пробуй. Про второго человека. Про второго человека. Прошу. Ответит Павел Барбук свою версию. Добрый вечер, господин Барбук. Добрый вечер, господин ведущий. Мы считаем, что этот бокал клался между простынями с целью того, чтобы узнать, не заселил ли ушлый трактирщик в твою комнату у кого-то, у кого-нибудь второго. Потому что, когда ты приходишь, ну, когда ты возвращаешься, то ты знаешь, что там бокал ты его уберешь, а человек, который, ну, пришел в эту комнату впервые, он не будет этого знать и сидишь, и ты увидишь это. Ага. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Ну, давайте вот представим, какими 200 лет назад были постоялые дворы. Плохо или вовсе не отапливаемые. То есть, часто очень там было холодно и сыро. И в конце 18 века известный медик Уильям Бьюкен писал, ничто так не страшит путешественника, как сырая постель. Поэтому придумали способ проверять. Помещали, вот бокал вы обсуждали, господин Барбук, а стеклянный не успели почему-то. Стеклянный именно бокал между простынями. А через некоторое время проверяли, если стекло оставалось сухим, значит постель сухая. Если появилась влага на стекле, да, то, конечно, просто не влажно и их необходимо заменить. 1-0 пользу телезрителей. Я поздравляю телезрителей с первой победой в сегодняшней игре. В этом сезоне каждый телезритель, чей вопрос выиграет у зондаков, получает приз от 100 до 600 рублей. И сумма выигрыша зависит от счета. Ну, например, сейчас за первый выигранный вопрос 100 рублей получает три местных Полина Игнатьева Круг из Витебска. А в сезоне 2021 года интересы телезрителей защищает, напоминаю, страховая компания «Инго Страх». Сегодня в студии руководитель страховой компании «Инго Страх» Игорь Никитенко. Здравствуйте, господин Никитенко. Добрый вечер, господин Игорь. Ну, начало игры. Игорь, пока не спрашиваю про впечатления, там попозже поговорим. Продолжаем игру. Второй раунд. Немного о правилах. В осенних играх пять команд ведут борьбу за выход в финал. И победа телезрителей лишает всегда команду такого шанса. А лучшая команда осени сыграет в финальной игре. Сейчас мы видим на первой строке осеннего рейтинга команду Дмитрия Свинтицкого. А более крупным шрифтом, уважаемые зрители, вы видите, команда Дениса Сулавка. Это уже игроки зимней серии игр благодаря своей победе весной. И вот господин Сулавка, в общем-то, твое право завоевал господину Свинтицкому, господину Смелякову. И их командам это еще предстоит. Тольятти. Против вас будет играть программист Анатолий Иванов, город Тольятти, Российская Федерация. Вот нам с телезрителями видно, что стоит штампик Инго Страх. Это означает, что вопрос не выпал на одной из предыдущих игр первого полугодия. Господин Смеляков, вопрос красивый. Уверяю вас, найти правильный ответ можно. Готовы? Да. Посмотрите на экран. В данных шести записях, я вас уверяю, нет никаких ошибок. Внимание, вопрос. Через минуту продемонстрируйте нам то, что телезритель зашифровал таким образом. Смотрите, первые две строчки неправильные получаются. Получается и еще раз. Все остальное правильно. Все остальное правильно. Все, раз, два, три, четыре, шесть штук. А если поменять все знаки местами, то оно будет правильно. Что зашифровал? Может, каких-нибудь перевернуть? Может, как-нибудь перевернуть? Оторожение, может? А, смотрите, да, отражение. Оторожение. Оторожение. Оторожение, пять. Хорошо. Еще. зеркальный стол а ладно еще 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 что может быть то есть у нас два верхних 4 и перевернуть просто 5-0 получится ли что что в природе двойка и пятерка что это может быть прошу кто будет демонстрировать господин ведущий если мне не послышалось в зале звучало слово помощь да давайте для телезрителей господин семьяков тишина пожалуйста сейчас в студии я поясню что по правилам этого сезона у нас команды кто-то постоянная команда клуба кто-то еще нет и поэтому мы разрешили в этом году воспользоваться клубу правом помощи один раз за игру и клуб за 10 секунд до конца может сказать вслух кто-то из присутствующих в зале может сказать слово помощь собственно господин семьяков я так понимаю вы сейчас это и услышали но я конечно помощь с удовольствием предоставлю по вашей просьбе вы проигрываете это ваше право а напомню что пока вам стоит подумать а чего же у нас 5 то вообще всего цифры мало обсудили прошу вас помощь клуба прошу кто демонстрирует давайте я самый резник продемонстрирую прошу вас раз два три победила госпожа резник и вся команда дениса смолякова с помощью клуба это правильный ответ действительно давайте посмотрим на экран уважаемые телезрители посмотрите камень ножницы бумага это стандартное правило соответственно ножницы бьют бумагу бумагу мы пятью пальцами да показываем госпожа резник именно так и получилось ножницы двумя пальцами но камушек это нолик один один сравняли счет с помощью клуба но господин смоляков вопрос конечно был такой нетрадиционный не к тем которые вы привыкли но мне казалось команда способна ответить на вопрос а кто вам подсказал команда арсений но я смотрю что вы как-то на пик формы вышли на неделю раньше требуемого господин натальевич придумал да этот ответ совместно но вы же твоим друг другу показывали молодцы молодцы помогли друзьям по клубу а я с удовольствием представляю генерального партнера сезона 2021 года белорусский народный банк банк государый благополучная их успешное будет интересно так acaksın защищает предприятия провели либо волос orientedной банка ваша кубардия добрый вечер сками на куб ho exertion добрый вечер обраếu команд телезрители беремоку бардзя а вы госпожой фроловой добрый вечер госпожа право всевероем Втроем камень, ножницы, бумага придумали, скажите честно. Не придумали, господин ведущий. Но я вижу, вы за ребят переживали, очень мне вас показывали. Да, очень интересный первый вопрос был, и второй. Очень интересная игра. Это телезрители, это им, а большое спасибо. Риски по клан. Да, красивые вопросы присылают. Спасибо нашим телезрителям. И также хочу напомнить, что 11-й год в нашем клубе мы продолжаем практику юридического советника игры совместно с юридической компанией Олейников и партнерами. Сегодня в скором ситуации принимать верность к любому решению мне поможет адвокат Денис Олейников. Добрый вечер, господин Олейников. Добрый вечер, господин Олейников. Господин Олейников, напомню вам, что в этом сезоне я прошу каждую игру вас определять лучшего знатока, помогать представителям Белорусского народного банка. Я, господин ведущий, всегда готов помогать представителям Белорусского народного банка. Как и они помогают нашим телезрителям. Реклама нового. Приятно, когда тебе искренне рады. Регистрируйся в приложении I'm Banking Buy легко и быстро. Быстрее, чем готовится кофе. Открыть счет – это одно мгновение. Быстрее, чем выпить ароматное эспрессо. Пополняйте счета удаленно из любого банка Беларуси. Бесплатно и предельно просто. И приятное дополнение. Лучший курс для обмена валют в приложении I'm Banking Buy. Все для вашего удовольствия и комфорта. Мам, а вы всегда будете с папой мне помогать? Мам! На телеканале ОНТ осенние игры «Что, где, когда». Первая отборочная игра. Счет у нас равный. 1-1. Продолжаем игру. Третий раунд. По окончании этой игры страховая компания «Ингострах» определит лучший вопрос сегодняшней игры. Автор этого вопроса дополнительных выигрышов за вопрос получит 500 рублей. Господин Никитенко, вот много прошло времени по прошествии летней серии игр. Может быть, у «Ингостраха» появились какие-нибудь новые интересные продукты? Поделитесь. Господин ведущий, хочу сказать, что мы постоянно совершенствуем нашу продуктовую линейку. Из новшеств я бы, пожалуй, отметил это дополнительную опцию к нашему договору страхования КАСКО, когда мы оплачиваем услуги каршеринга во время нахождения застрахованного автомобиля в ремонте. Пока эта услуга доступна только юрлистам, но вскоре это будет доступно и для физлистов. Они смогут это привести. Лубны будут играть. Господин Никитенко, а вот «Ингострах» не разорится, если кто-нибудь закаршерит вот так вот, например, из Минска, ну, например, в Брест съездить? Все это заложено в страховой тариф. Я надеюсь, что мы спокойно это переживем. Хорошо. Извините, Никитенко, маленький момент. Скажите, мы во втором полугодии продолжаем традицию, что если вопрос отвечен с помощью клуба, то 100 рублей от «Ингостраха» компенсация автору вопроса, ну, потому что как бы знатоки сами не догадались, но в итоге денег за вопрос он не вызывает. Да, конечно, не вижу никаких в этом проблем. Спасибо, господин Никитенко, вы очень добрая компания. Приехт ориентированная. Да, да, да. Производственников играет бухгалтер Елена Кравченко из города Лубны, Украина. Очень милый такой вопрос, господин Смеляков. Посмотрите на экран. В одном американском учреждении сделали два входа с разных сторон. Для удобства и спокойствия посетителей. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а что это за учреждение? На больнице? Детская больница, скорее всего. Либо роддом. Потому что, смотрите, одно для детей, для матерей, второе для ожидания. А может быть, это ветеринарная клиника? Животная, здоровая, здоровая животная. Кошек и собак. Хорошо, еще. А, да, отлично. Потому что, чтобы они не потрались. Да, да, кошек и собак, хорошо. Еще, милый вопрос. Милый вопрос. Животные какие-то, милашки, дети какие-то, что еще может быть? Может быть, это довольно маленькое здание, это небольшая больница, типа. Или что-то там противное. Нет, это больница, дайте еще. Нет, это буквально двухэтажное здание, маленькая компания. Видимся ведь в окнах, там где-то. Да, какая-то. Может быть, садик какой-нибудь детский. Может быть, там, типа, правши левши? Нет, ну, это милый вопрос, милый. Да, кстати, это довольно интересно. Вот еще зайчики какие-нибудь. Хорошо, смотрите. Это еще один из одной из зданий. Лево, да. А может, реально правши левши, влево, вправо? Милый, милый вопрос. Что-то, чем кошки собаки? Может, собаку это не понравилось? Вердя ответишь. Хорошо, давайте, с ветклиникой, что кошки собаки. Давайте так. Прошу вас, кто отвечает? Горде Егоров. Прошу, господин Егоров. Добрый день, господин ведущий. Мы считаем, что это здание ветеринарная клиника, и два входа здесь для посетителей с кошками и собаками, чтобы, почему два входа, чтобы, ну, кошка и собака как бы не подрались. Красивая версия. Внимание, правильный ответ. Горде, Егоров. Любого животного посещение врача это стресс, тут вы правы. Посмотрите на экран. Чтобы дополнительно не волновать животных, в этой ветеринарной клинике сделали отдельные входы для посетителей с собаками и отдельные для посетителей с кошками. Молодцы, 2-1. Добрый день, господин Смельяков, чья была версия? Версия была Анни Резник, но сформулировал ее Горде Егоров. То есть, такой командный получился, да? Да, да. Ну, молодцы, молодцы. Мне показалось, заиграли вы сейчас, вот сейчас было хорошо. Обидно за камень, ножницы, бумага, что сами не догадались, скажите честно. Нам помогли. Почему? Счет на табло. Счет на табло, да. Кратко и точно. А я хочу напомнить, генеральный партнер игр в Шторде, когда в Беларуси белорусский народный банк. Вот, господина Кубарди, давайте теперь с вами поговорим чуть-чуть. Лаша, как вы считаете, телезрителям интереснее смотреть нашу игру, когда счет между знатоками и зрителями разительно отличается, или когда он практически равен, как вот в этой игре? Я думаю, господин ведущий, что на самом деле главное не счет, а яркая игра, как во многих других видах спорта. Как сказал уважаемый капитан, счет на табло, а игра за столом. Вот, и равный счет или там, когда телезрители и знатоки идут близко друг к другу, это даже сохраняет интригу и интересно смотреть длинные игры, когда они обгоняют друг друга. Кстати, наши клиенты тоже любят такие необычные моменты, когда мы устраиваем у нас банки, например, когда мы ставим одинаковый курс на покупку и продажу в обмен наше приложение. Мы называем это равнокурсия. Равнокурсия? В этом есть что-то интригующее, господин ведущий. Ну, расскажите, а в чем смысл этого равнокурса? Так очень коротко, пожалуйста. Раз в неделю банк ставит на небольшой промежуток времени одинаковый курс на покупку и продажу иностранной валюты. Об этом объявляется немного заранее, соответственно, у всех желающих есть возможность совершить такую операцию и понять, что так шло в равнокурсе в понимании банкиров. Очень интересная история. I'm banking by, я так понимаю. Спасибо, господин Акубадзе, это интересно. Вот будем знать. Сейчас продолжаем игру, четвертый раунд. Я хочу напомнить, что совместно с Белорусским народным банком наш клуб продолжает поощрять интеллект лучших знатоков Беларуси. Специальный приз, вот эта премиальная банковская карта Visa Platinum Payway с 500 рублями на счету достанется лучшему знатоку сегодняшней игры. Ну, господин Смеляков, пока, наверное, вы у нас главный президент, хотя мне госпожу Герольт показывают. Так, Полоцк. Вся команда играет. Против вас играет товаровед Наталья Насуха из Полоцка. Внимание, черный ящик. Госпожа Герольт, то, что сейчас находится в черном ящике, появилось в давние времена на Востоке. По одной из версий, эти предметы должны были препятствовать побегам наложниц, госпожа Резник, и султанских гаремов. Внимание, вопрос. А что в черном ящике? Сергей, что-то тяжелое? Что-то, что отмечает, человек. Стали, мол какой, ну типа, достаточно большой ящик. Коблухи можно убежать? А, каблуки, чтобы не убежали. К женщинам обращались, тем более. Какие, чтобы не убежали? Коблухи, какие платья какие-то. Платья длинные. Ну это черный ящик, ребята, черный ящик. Там не большой ящик. Он большой, туда влезут туфли, хорошо, еще. Коблухи, еще что можно? Сергей, что-то тяжелое. Что-то, кстати, не сбежали, ну типа не наручники, но что-то около этого. Ну, как бы, большое вручение какое-то. Что-то на ноги надеюсь, что-то. А при этом, чтобы выглядело красиво, потому что гарем. Они могут снять их? Да, они могут действительно каблуки, реально. А они могут снять их? Так, а что, бежать, ты либо босая, либо в обуви, типа? То есть, и так, и так неудобно. Ну да, там, и так, и так неудобно. Хорошо, давайте. Что еще может быть такое, типа, что тяжелое на тебя могут снять? Что тяжелое на тебя? Формулируешь сейчас? С каблуками. Кто формулирует? Формулирует Павел Барбук. Прошу, господин Барбук. Я так понимаю, самые неоднозначные вам ответы сегодня достаются. Ну, господин Барбук, не знаю, что вы там будете формулировать, но очень важно, вы понимаете, в вопросе черного ящика надо отвечать то, что конкретно там лежит. Я уж тут не смогу вам никак поблажку какую-то дать, даже если бы и хотел. Прошу вас. Мы считаем, что в черном ящике туфли на высоких каблуках. И в чем смысл? Смысл в том, что, когда наложница будет бежать из гарема, то ей нужно это делать быстро. А все-таки высокие каблуки не затрудняют движение. Ваш ответ подняется. Внимание, правильный ответ. Чтобы наложницы передвигались медленно и даже не думали пытаться убежать, они были обязаны носить... Давайте откроем черный ящик. Тапочки без задников. Прямо противоположный ответ. Обувь обсудили, а каблуки, господин Барбук, появились у наездников, тоже на востоке, но у наездников, чтобы в стреминах держаться. Разве вы этого не знали? Нет, не знал. А мне говорили, что вы ходячий энциклопедия. В такой обуви, уважаемые зрители, даже самая отчаянная наложница не отважилась бы на побег, почти не имея шансов скрыться от преследователей. Ну а без обуви в южной стране тоже сильно далеко не убежишь. Эх, обидный промах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...